Какая вообще стратегия и есть ли какой-то на данном этапе современный подход для лечения этих пациентов? К неймилацинтарным опухолям кожи относятся три варианта. Это базально-клеточный рак кожи, это плоскоклеточный рак кожи, это карцинома Меркеля. И мы видим вот на слайде, что бывают такие клинические ситуации, когда опухоль имеет достаточно большое распространение, и тогда в этой ситуации какие-то локальные методы лечения, будь то хирургическое воздействие, будь то лучевая терапия, они неприемлемы. Остается единственной лечебной опцией для них системная лекарственная терапия. И начнем мы с базально-клеточного рака кожи. Базально-клеточный рак кожи – это самая частая неймилацинтарная опухоль, 80% приходится на ее составную часть. В большинстве случаев она связана с активацией сигнального пути Sonic Head Gehawk, это так называемый таргетируемый путь оказался. Это клетки базально-клеточного рака, которые характеризуются низким злокачественным потенциалом. Отсюда исходит достаточно индолентное течение, медленный рост, медленно прогрессирующие заболевания. Хотя возможны и клинические случаи, когда заболевание протекает более агрессивно, с непрерывно рецидивирующим течением и с развитием метастатического процесса. На основании исследований ERIVANCE первой линии, стандартной линии терапии этих пациентов, стал препарат Vizmodegib. Это таргетный препарат. Он дозируется по 150 мг в сутки ежедневно до развития прогрессирования заболевания. И что он дает? Объективный ответ при метастатическом базально-клеточном раке 45%, а при развитии местно распространенного процесса 60%. Мы видим частоту ответа. Но при этом медиана выживаемости без прогрессирования, она не такая высокая и не составляет даже 10 месяцев. Вот так вот клинически может выглядеть эта картинка. Пациент, который принимал участие в этом исследовании на базу-лайне, мы видим достаточно массивное проявление опухолевого процесса. Через 8 недель частичный регресс и на 20 неделе полный регресс заболевания. И по данным этого исследования примерно 33 месяца составляет медиана общей выживаемости больных. Но здесь возникает закономерный вопрос, когда возникает прогрессирование, что же делать дальше. Ведь второй линии таргетной терапии не существует. Но по данным предклинических исследований было показано, что сами клетки базально-клеточного рака, так и опухоленфильтрирующие лимфоциты, они обладают достаточно высокой экспрессией PDL. И какое же место имеет иммунотерапия при лечении этих пациентов? Вот первый препарат, который был зарегистрирован FDA по этим показаниям, это был цимиплемаб. 132 пациента, это пациенты с рецидивирующим, метастатическим или же местно распространенным базально-клеточным раком, которые прогрессировали после висмодегиба. Эти пациенты, которые в большинстве случаев, они все имеют удовлетворительное общее состояние. И посмотрите, из 132 это 84 пациента, которые имели метастатический процесс. Лечение было семиплемабом в плоской дозе. Все пациенты получали дозирование по 350 мг внутривенно-капельно каждые 3 недели. Лечение проводится до прогрессирования, до развития токсичности или до завершения исследования. В рамках этого исследования предполагалось 93 недели терапии, то есть это примерно 20 месяцев. Если мы посмотрим на характеристику пациентов, то это пациенты старшей возрастной группы, 69 лет, 67% это мужчины. И несмотря на массивность поражения, большинство из них имело вполне удовлетворительное состояние. И что же было показано? Было показано, что частота объективного ответа составила 31%. 6% это были полные ответы. Медиана длительности терапии составила 42 недели, то есть от 2 до 93 недель. Если мы посмотрим на кривые выживаемости, то обратите внимание, что медиана выживаемости без прогрессирования составила 19,3 месяца. Напомню, что на первой терапии таргетным препаратом она составила всего 9,5 месяцев. А что касается медианы выживаемости без прогрессирования, то тут вообще колоссальные данные. И на сегодняшний день, по крайней мере, еще не говорится о достижении медианы общей выживаемости. Одногодичная общая выживаемость более 92%. На основании этого семиплимап был зарегистрирован FDA в качестве второй линии терапии в 2021 году для пациентов базально-клеточным раком кожи. Следующий по типу – это плоскоклеточный рак кожи. Что мы знаем о плоскоклеточном раке на сегодня? Это вторая по частоте немеланцитарная опухоль кожи. Ее частота составляет примерно 15-35 случаев на 100 тысяч населения. Основным фактором риска для развития плоскоклеточного рака кожи является избыточная инсоляция. Даже если пациент ее получил в детском, в юношеском возрасте, эта шлейфа может отразиться в будущем в более старшей возрастной группе с развитием данного заболевания. Поэтому наиболее частой локализацией являются открытые участки кожи, головы, шеи, тыльной поверхности рук, тыльной поверхности кистей. Сам по себе плоскоклеточный рак редко метастазирует, редко дает регионарные метастазы. Это не больше, чем 3,7%, а отдаленное метастазирование вообще меньше, чем 0,5%. Но для плоскоклеточного рака кожи есть один нюанс. Надо четко интерпретировать морфологические данные, потому что если есть фактор риска, а самым неблагоприятным фактором является наличие переневральной инвазии, то тут риск метастазирования регионарного увеличивается в 10 раз до 35%, а риск развития отдаленных метастазов увеличивается в 40 раз до 15%, и это уже, конечно, неблагоприятное течение, и летальные исходы составляют до 70%. Что мы вообще знаем, что мы имеем для лечения плоскоклеточного рака кожи? На самом деле это очень достаточно серьезная проблема, потому что даже несмотря на то, что это визуально легкоопределимая опухоль, эти пациенты в основном обращаются не по профилю. То есть зачастую этим пациентам назначаются какие-то топические мази, и они очень поздно доходят до специалистов, которые занимаются противоопухольной лекарственной терапией. Ну а придя уже к химиотерапевту, что назначает химиотерапевт? Это либо цитостатическая терапия с применением препаратов платином, антрациклинов, токсанов, торпиримидинов, либо анти-ИГФР направленная терапия. Откуда это все взялось? Если вообще открыть инструкцию к любому из этих препаратов, вы ни в одном не увидите показания плоскоклеточный рак кожи. Это все пришло из лечения плоскоклеточного рака головы и шеи, и вот так вот зацепилось по аналогии с лечением той патологии. Конечно, назначается либо монохимиотерапия, либо полихимиотерапия. Полихимиотерапия более эффективная, скажем, с точки зрения улучшения показателей выживаемости, но комбинированные режимы химиотерапии, они, конечно, увеличивают токсичность. И в основном лечение носит сугубо палеоативный характер. Если мы посмотрим на данные зарубежных авторов, к сожалению, это очень небольшие выборки пациентов, 7, 14, 28, то на самом-то деле комбинированная химиотерапия, она весьма-весьма эффективна. 67, 78, 85% аналогичные данные и в отношении ингибиторов и GFR, здесь хотя уже выборки пациентов побольше, и 36, и 60, частота объективного ответа может достигать 55%, но, к сожалению, каких-то таких грандиозных улучшений показателей без прогрессивной и общей выживаемости мы не видим. И закономерно, получив прогрессирование на первой линии терапии, по аналогии, той же самой аналогии с плоскоклеточным раком головы и шеи, встает вопрос о возможности назначить иммунотерапию. Кто является кандидатом в этой ситуации? Это пациенты с местно распространенным процессом, это, естественно, пациенты с метастатическим процессом, те, у которых было более двух операций, те пациенты, которые не являются кандидатами для операции в связи с наличием крупного дефекта, и, по сути дела, просто невозможности косметически закрыть этот дефект. Или в том случае, если хирург не уверен, что он выполнит операцию R0 и получит негативный, то есть отрицательный край резекции. Ну и, конечно же, те пациенты, которые не являются кандидатами для лучевой терапии, потому что степень распространения большая, большой объем лучевой терапии требует расширения полей, а это будет достаточно токсично. И вот один из первых препаратов, который был зарегистрирован в ДИИ по показаниям плоскоклеточного рака кожи, появился тот же самый Симиплемаб. Было два исследования. Первое исследование первой фазы НСИТИ-212, второе исследование НСИТИ-498, это второй фазы. Вот в исследовании первой фазы принимали пациенты различными солидными опухолями без стандартной терапии. И самая главная целью этого исследования было подбор дозы. 1, 3, 10 мг на килограмм. И вот пока шел подбор дозы, у одного пациента плоскоклеточным раком кожи был получен полный регресс. В итоге в этом исследовании две когорты больных, 7 и 8, это больные, которые страдали плоскоклеточным раком кожи, метастатические или местные распространенные, суммарно 26 пациентов, которые получили подобранную терапевтическую дозу 3 мг на килограмм. И среди этих двух пациентов у двух больных был зарегистрирован полный ответ на фоне терапии. И вот именно этот показатель явился основанием для старта второй фазы исследования, в котором было уже 3 когорты пациентов. Первая группа — это метастатический плоскоклеточный рак, второй — местно распространенный плоскоклеточный рак, и третья группа — это тоже метастатический плоскоклеточный рак. Отличие было в режиме дозирования. Первые две группы получали 3 мг на килограмм, а третья группа — это плоская доза, 350 мг один раз в три недели в течение 54 недель. Если мы посмотрим на характеристики пациентов, которые были в первой и во второй фазе, ничего нового здесь нет. Как и для всех немеланцитарных опухолей, это пациенты старше возрастной группы, 70, 75, 80 лет. Доминируют также мужчины, это характерный признак. Несмотря на массивность поражения, большинство пациентов имеют вполне удовлетворительное состояние, КОК 0 и 1. И в этом исследовании были пациенты, которые не получали вообще терапию, а также были пациенты, которые получили даже больше двух линий терапии. И что же было показано? Было показано, что частота объективного ответа по исследованию первой фазы составила 50%, а по второй фазе 47%. Причем обратите внимание, что здесь даже были полные регрессы, 7% это частота полного регресса во второй фазе. Контроль над заболеванием составил 61-65%. И не только обращать на себя внимание высокая эффективность Семиплимаба, но и достаточно высокая длительность ответа. Первоначальные данные, которые были доложены, это 12-месячная выживаемость без прогрессирования, она составила 53%. В прошлом году были уже представлены обновленные данные, и обратите внимание, при медиане наблюдения за пациентами, уже приближенные к 40 месяцам, при медиане наблюдения уже приближенные к 40 месяцам, медиана выживаемости без прогрессирования, она колеблется где-то в районе 2-х лет, а медиана общей выживаемости, обратите внимание, 40 месяцев наблюдения, медиана общей выживаемости пока даже не достигнута. Ну вот это как раз клинические примеры пациентов, первые верхние два слайда, это пациент, который участвовал в первой фазе, как раз у которого был зарегистрирован полный регресс, и нижние два слайда, это пациент, который принимал участие во второй фазе, и мы видим, что через 8 недель терапии практически полный регресс зарегистрирован. И, конечно же, это безусловно, это большое достижение, это прорыв в лекарственной терапии больных плоскоклеточным раком кожи, и на основании этого еще в 2018 году FDA одобрили семиплемаб для терапии больных плоскоклеточным раком кожи. Что есть еще у нас? А еще у нас есть в запасе наш любимый пембролизумаб. Его эффективность тоже была оценена у больных метастатическим или местно распространенным плоскоклеточным раком кожи. 105 пациентов, причем 86% больных, они ранее получали системную лекарственную терапию. Стандартный режим дозирования 200 мг каждые 3 недели и обычный режим терапии в течение 2 лет либо до прогрессирования, либо до неприемлемой токсичности, в зависимости от того, что наступало раньше. И главной целью это была оценка частоты объективного ответа по критериям РЕСИСТ 1.1. И что мы видим? Среди 105 больных при медиане наблюдения практически один год частота объективного ответа составила 34,3%. 4 было полных регресса, 32 частичных регресса и контроль над заболеванием составил больше 50%. Если мы посмотрим на показатели выживаемости, то медиана выживаемости без прогрессирования почти 7 месяцев, а медиана общей выживаемости в настоящее время пока не достигнута и не представлена. 12-месячная общая выживаемость составляет 60,3%. Напомню, что это больные, которые уже интенсивно предлечены и получали ранее системную лекарственную терапию. Вот так вот могут выглядеть снимки. Через 8 недель терапии частичный регресс опухолевых проявлений, а к 35-й неделе полный регресс. На нижнем слайдах вообще практически не понять, какая зона у пациентки поражённая. Это подчелюстная зона, и через полтора месяца лечения мы видим выраженный регресс, к 37-й неделе полный регресс. И, конечно же, это существенный прорыв лекарственной терапии. Что касается карциномы из клеток Меркеля, что нам надо знать об этой опухоли? Это очень редкая первичная опухоль, фактически орфанное заболевание. Опухоль имеет эпителиальную и нейроэндокринную дифференцировку, и чаще всего развитие, ассоциированное с полиомовирусом. Заболевание характеризуется неуклонным ростом, и это заболевание обладает крайне-крайне агрессивным течением, и даже в сравнении с меланомой, смертность от карциномы Меркеля в три раза выше. Для распространенных форм, для диссеминированных, местно распространенных, медианы выживаемости без прогрессирования на очень короткое, 2-3 месяца. Медианы общей выживаемости на фоне стандартной терапии вообще не превышают полгода. И, конечно же, это все диктует необходимость поиска абсолютно новых препаратов, в том числе иммунолонкологических, которые могли бы изменить стратегию терапии. Вообще какая стратегия терапии? Это легко диагностируемая опухоль, визуально определяемая, поэтому 90% пациентов на момент диагностики имеют локализованный процесс, и эти больные подвергаются локальному воздействию. Хирургия или лучевая. Но в 50% случаев развиваются отдаленные метастазы. В случае метастатического процесса происходит перевод пациента на химиотерапию, и здесь используются режимы, которые мы применяем для лечения мелкоклеточной опухоли. В большинстве случаев они очень эффективны, но при этом, к сожалению, продолжительность эффекта незначительна, и через 3 месяца возникает прогрессирование заболеваний. Если мы посмотрим на эффективность режимов химиотерапии, то видим, что в первой линии частота объективного ответа может достигать 55%. При этом медиана беспрогрессивной выживаемости всего 3 месяца, чуть больше 3 месяцев. А во второй линии частота ответа вообще 8%, ну максимум 20% с медианой выживаемостью без прогрессирования 2-3 месяца. И это только в том случае, если пациент ответил на терапию. И мы видим, что начав системную лекарственную терапию с применением химиотерапевтических препаратов, через 3 месяца 50% прогрессирует, а через год прогрессирует практически 90% больных. И первый препарат, который был оценен, эффективность которого при карциноме Меркли, это был авилумаб. Антипедили-1 препарат, хорошо всем известный. Небольшая когорта, 88 пациентов с диссиминированным процессом, с наличием метастатического процесса. Несмотря на диссиминированный процесс, все больные были в относительно удовлетворительном состоянии, без каких-то признаков костно-мозгового или почвопечёночной недостаточности. Стандартный режим дозирования 10 мг на килограмм, лечение до прогрессирования, заваливания или до развития токсичности. Оценка частоты объективного ответа по критериям РЕСИСТ-1.1 это главной целью было. Если мы посмотрим на характеристику пациента, то здесь ничего нового не увидим. Это больные старшей возрастной группы, это преимущественно мужчины. 100% больных имели метастатический процесс, причем 53% это больные с висцеральными метастазами. PDL-позитивными оказались 66% и вирус-позитивными оказались 52%. И что мы видим? Эффективность авиалумаба при карциноме Меркеля составляет 32%. Что касается переносимости, то каких-то новых точек осложнений не было выявлено. В основном это осложнения 1-2 степени и носили такой неспецифический характер в виде слабости, перфузионных реакций. Осложнения 3-й степени были только по одному случаю в виде повышения креатинина и цитолитического синдрома. А со стороны иммуноопосредованных нежелательных явлений это в основном осложнения со стороны щитовидной железы, сахарный диабет и пульмонит, и то 1-2 степени. Кроме авиалумаба у нас есть еще в нашем арсенале пембролизумаб. Здесь, к сожалению, очень небольшая когорта больных. Всего 26 пациентов, которые получали в режиме дозирования 2 мг на килограмм в течение 2 лет либо до прогрессирования. И основная цель – это частота объективного ответа. Отдельно оценивались пациенты вирус позитивный и вирус негативный. Но в целом, если мы характеризуем, то здесь все типичные характеристики. Старшая возрастная группа, мужчины доминировали. И удовлетворительное состояние. Что мы видим? Что в целом частота объективного ответа пембролизумаба составляет 56%. При этом вирус отрицательный и вирус позитивный, то абсолютно никакой разницы в частоте объективного ответа нет. И если мы посмотрим на длительность ответа, то, конечно, при применении химиотерапии исторический контроль, 3 месяца и практически половина пациентов прогрессирует. А на пембролизумабе эффективность сохраняется в течение года. И порой хватало даже 1-2 инфузий пембролизумаба, чтобы запустить такой стойкий и длительный ответ. Вот если мы посмотрим на графики выживаемости без прогрессирования, то мы видим, что к концу года кривая на фоне химиотерапии, она уходит фактически в ноль. Все пациенты прогрессируют, а на фоне пембролизумаба к концу года медиана только-только достигает своей медианы. Эффект не зависит от того, ПДЛ позитивный или ПДЛ отрицательный. Эффект будет в любом случае. И, конечно же, пембролизумаб и авилумаб, они в корне изменили стратегию лечения этих пациентов. Что у нас есть в российских рекомендациях? К сожалению, на сегодняшний день из всего, что я рассказала, зарегистрирован официально только авилумаб для лечения карциномы Меркеля. Все остальные препараты, о них известны. Я надеюсь, что в течение ближайшего времени они войдут в наши клинические рекомендации. Но на самом деле по решению врачебной комиссии вы спокойно можете назначать эти препараты. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok